С чего бы начать? Начнем с того, что я училась в художественном училище на факультете живописи, занималась живописью, графикой, рисовала разного рода изображения. Писала картины, выпускалась огромным дипломом, живописным полотном, таким вот с этой стенкой примерно. И ничего не знала о театре, и, в общем, никогда в нем не была. И мой путь как театрального художника, вообще мой путь в театре, скажем так, начался через знакомство с таким мастером, как Роберт Уилсон. Я случайно прочитала книгу, случайно, просто прям абсолютно случайно. Мне попалась на глаза книга, которую написал Виктор Березкин. Она называлась... Это была серия «Театр художника». И эта серия, она посвящена разным людям, которые работают на грани... на какой-то такой грани, которую я, в общем, не могу сейчас понять до сих пор. Я не могу понять, что это за грань в театре. Но вот есть драматический театр, есть какой-то странный театр. И вот все люди, которые выходят в эту зону странного театра, они все попадают дальше на какие-то особые полочки, которые называются там разными подвидами. Но вот есть такая полочка «Театр художника». Она очень маленькая, на ней очень небольшое количество персонажей. Но все эти персонажи, они невероятно важны для истории искусства в целом и для истории театра, как бы, если узко их рассматривать. В общем, на этой полке был Роберт Уилсон. И в серии было примерно пять книг. Я начала читать книгу о нем и поняла, что территория театра для меня неизведанная абсолютно. Она... Ну, давайте, ребят, присаживайтесь. Да, сколько у нас времени, чтобы я понимала? В общем, я прочитала эту книгу и поняла, что неизведанная мне территория театра. Оказывается, это что-то интересное, потому что на ней бывают такие персонажи, как Поп Уилсон, а также попутно там вспоминались разными ассоциативными какими-то перекрестными рядами разные другие художники, работающие в этом жанре театра художника или вот какой-то, да, театра в имиджес, это в Америке называется, или какой-то специфик театр, который называется, в Европе это называют так, как-то... Это всегда какая-то очень такая мутная зона, такое облако, в которое ты вроде вошел, а может быть, еще не вошел, но где-то рядом с этим облаком. В общем, это очень какая-то странная зона. После этого я поняла, что мне нужно, необходимо после училища, поступать куда-то, где я могу проникнуть в эту зону, которая мне стала интересной. И я не выбирая, в общем, особенно, я знаю, что есть один театральный вуз в стране, это ГИТИС, я в него стал поступать, и это был... Там нужно было один год до поступления как-то где-то чем-то позаниматься после института. Я, в общем, работала в театре, тоже в совершенно случайных обстоятельствах, я стала работать в небольшом театре как художник по гриму, реквизитор и костюмер. То есть это были мои три первые профессии в театре. То есть я готовила костюмы к спектаклю, сдавала химчистку, гладила, смотрела, чтобы они были в порядке, если нужно, то отдавала в мастерские по ремонту, по пошиву и прочее. Делала грим актрисам, такой довольно яркий, и занималась реквизитом. Это, значит, после спектакля все предметы, которыми пользуется актер во время спектакля, их нужно убрать в определенное место, положить на какую-то полочку, знать, где они лежат, и к следующему спектаклю выдать все ровно в том же объеме. То есть я была такой хозяйкой театральной. Я занималась этим ровно год. Дальше я поступила в ГИТИС к своему мастеру, который впоследствии стал... Я стала его соавтором, или, я не знаю, мы вместе создали такую группу, которая называется, существует по сей день, называется «Лаборатория Дмитрия Крымова», где мы вместе с моими коллегами и однокурсниками делали какой-то вот такой вот особый вид театра, не очень понимая вообще, чем мы занимаемся. То есть после первого спектакля... Мы сделали какой-то первый спектакль, у нас обучение было очень странное, оно было нестандартным для ГИТИСа. То есть, да, казалось бы, театральный институт, он предполагает постоянные эксперименты, постоянные выходы за рамки какие-либо. Однако институт не простил нам тех выходов, которые мы позволили себе сделать во время обучения. Все время обучения мы сделали... Каждый год мы делали по одному спектаклю, иногда два спектакля. Эти спектакли стали разъезжать по всяким странам и пользоваться какой-то популярностью. Мы, в общем, делали то, от чего нас перло. Это были мои однокурсники и мой мастер, которого я учила, Дмитрий Крымов. Это вкратце. Значит, прежде чем мы начали делать наш первый спектакль, который я вам сейчас покажу, на самом деле сейчас история, она такая, она круглая. Мы придем к концу этой истории. То есть для меня, на самом деле, очень симптоматично, что я нахожусь здесь, с какими-то рассказами о своем творчестве, потому что для меня закончился некий период, и сейчас я стою на распутье, вообще не понимая, куда мне идти дальше. Вот прям на полном серьезе я вам говорю о том, что я сейчас выбираю, чем мне заниматься дальше. В том числе вообще заниматься мне даже театром или не заниматься, заниматься сценографией или не заниматься и так далее. Ну, в общем, по сути, мое образование называлось сценография. Сценография – это дизайн сценического пространства в Европе, в Америке. Это то, чем я занимаюсь, называется Art Direction. Это значит, что я не просто делаю дизайн сцены, а занимаюсь со спектаклем от начала до конца. То есть я являюсь главным человеком по всему визуальному ряду спектаклей. Это любые мелочи в спектакле, любой реквизит, любая нитка, я не знаю, грим, костюмы, любая часть сценографии – это все проходит через меня, я это все придумываю, либо я нахожу на это какие-то определенные людей, которые этим занимаются и так далее. То есть это, если это называть сет-дизайн, то это немножечко не точно, потому что сет-дизайн – это, в общем, такая работа узкая. То есть ты приходишь, получаешь задание, рисуешь некий чертеж или эскиз, отдаешь в мастерские, это делают, приходишь, говоришь, все хорошо. Или там, тут подкрасим черным. Art Direction – это вот от начала до конца весь спектакль, вообще все, что нужны, какие-то мелкие предметы. Вообще это все, ну, это такая какая-то работа очень… Ну, такой целый проект, который вы берете и ведете от начала до конца, вместе, вот, под руку с режиссером. Это в идеальном случае. И мы сделали первый спектакль. Перед тем, как мы его делали, он называется «Недосказки». Если вам удобно, я вот буду показывать вот так, прокручивать просто. Достаточно? То есть это можно увеличивать все, но все равно это вертикаль, это не имеет смысла. А так я буду просто в портфолио, оно уже разобрано, да? Вот. «Недосказки». Прежде чем мы сели… Я так буду прокручивать, и вы смотрите, и я буду рассказывать. Прежде чем мы взялись вообще за какие-либо дела, мы собрались и долго думали, чего бы мы хотели сделать. Мы выбрали тему, которая интересна была всем. Это «Русские народные сказки» под редакцией Афанасьева. Это, скажем так, очень довольно тяжелые сказки, ну, какие-то, да, такие дикие. И после этого мы взяли у того же Виктора Березкина вот такую стопку видеокассет, потому что он был коллекционером и, в общем, профессионалом в своем деле. Он знал обо всех спектаклях, обо всех художников, которые работают на почве «Театр художников», все абсолютно, он писал об этом, изыскания, книги, статьи, очень много у него книг. Мы у него просто взяли вот такую стопку, «Добрый день», вот такую стопку кассет, и посмотрели их все вместе за полдня. То есть мы просто ставили кассету, нам не нравилось, мы прокручивали. И мы вот так вот в прокрутке посмотрели всю историю, которая была, я не знаю, 50-летнюю историю этого дела. За полдня это было абсолютно, ну, не знаю, это, в общем, такое, что-то на грани лени и самомнения какое-то очень серьезного. То есть вот это не то, это мы прокручиваем, это мы смотрим, здесь мы останавливаемся. Ну, то есть вот прям вот так, как, примерно так же, как готовятся к экзаменам обычно в университете, если там предмет не очень интересен. Ну, нам предмет был интересен, но нам было интереснее начать, чем изучать теорию. Соответственно, мы сделали этот первый спектакль, не потратив на него вообще ни копейки. Здесь вы видите отфотографированные образы, которые играли в спектакле. Они все создавались во время спектакля прямо на сцене. Это, в общем, представлял собой такой скарп из каких-то чемоданов, в которых лежали очень разные предметы. Все они вот так вот, соединяясь друг с другом, они там создавали разные виды. Вот, например, Иван Царевич, Иван Царевич исполняла я. То есть это такой целый номер появления Ивана Царевича. Почему он такой, как он ходит, что какой-то он такой кривой, косой. И дальше у него была там какая-то очень запутанная история. На самом деле они все очень простые, но для нас они были такими прям очень какими-то сложными цепями. Скованными все. И он там жарил лишницу, что-то с ним происходило. Там была сказка, вот эта сказка «Колобок». Вот это дед, это бабка. Они такие завернутые в какой-то крафт. В общем, все это. Это вот первая наша программка. Она сделана, в общем, напечатана кое-как. И руками нарисованы какие-то, нарисована такая стрела из ноги. В общем, такой главный образ этого спектакля. В общем, этот спектакль, как я сейчас его пересматриваю, ну, я не буду, есть какое-то видео, оно идет там час с чем-то, я не буду показывать. Смотря сейчас через там 10 или там, да, больше чем 10 лет, ну, ровно 10 лет назад, я понимаю, что это был невероятно стильный спектакль. То есть сейчас, умея делать какие-то вещи, я понимаю, что у меня не получится сделать вот так, как получилось тогда. Это была смесь неумения, уверенности и абсолютного безденежья, когда ты придумываешь из того, что есть, и из этого получается какой-то, соединяя все одно с другим, получается какая-то такая цельная скульптура невероятной красоты. То есть для меня этот спектакль до сих пор является очень важным, и, в общем, я к нему так мысленно возвращаюсь. В общем, этот спектакль был как-то сразу номинирован на какие-то разные театральные премии русские. Мы ездили, здесь мы были студентами первого курса, но мы путешествовали там в Лондон, в Америку, с ним еще куда-то, и мы были ужасно на волне такой, о, пошло, потому что от нас это ужасно перло все. Дальше мы сделали несколько спектаклей. Например, вот Дон Кихот. Здесь вы можете посмотреть какие-то эскизы. Вот, собственно, сам спектакль. Фотографий тут не очень много. Ну, в общем, он какой-то тоже такой был, такой странный. Там играли только художники, актеров не было. И только в середине работы над спектаклем мы пригласили трех актеров, которые играли как раз в Дон Кихот и Дульсине. Но их главная задача была слиться с нами так, чтобы невозможно было опознать, кто режиссер, кто художник, кто актер, кто чем занимается. Это, в общем, была такая каша из разных людей. Дальше я могу вам тоже показать несколько ранних работ, потому что параллельно с вот этой деятельностью в «Лаборатории», это тоже спектакль «Лаборатория». Здесь уже участвовали актеры, и здесь я, в общем, выступаю впервые, наверное, впервые как сценограф. То есть впервые как сценограф, это ты не придумываешь этот спектакль, играешь его весь от начала до конца. Вот придумал сценографию, подарил ее режиссеру, отошел, посмотрел, как это выглядит. И, в общем, такая история. Это все место называется «Поварская 20». «Поварская 20» – это такой особняк. Это альма-матер театра Анатолия Васильева. Есть, если вы знаете, есть такой театр школ драматического искусства. Он располагается на Сретенке. И у этого театра был переделанный, перестроенный кинотеатр «Уран». А вообще театр Анатолия Васильева, вы знаете, да, про Анатолия Васильева? Это такой очень, вообще, на самом деле, это гениально. Это один из самых крупных мастеров театрального искусства. Он вообще занимается театральным искусством как наукой. И это крупнейший мастер нашего времени, который создал свой театр. Сколько там лет, 8 назад его из страны, из театра попросили, ну, как бы его выгнали. Мотивируя реорганизацию театра, он долгое время жил во Франции. Получил все возможные ордена за границей и абсолютное непонимание в России. Сейчас этот человек просто гениальный, просто какая-то бездна таланта. И это невероятно ценный человек. Он в России находится, он абсолютно безработный. При том, что у него есть два театра. В общем, здесь вы можете... Я так листаю, в общем, не особенно останавливаясь. Это спектакли, которые я делала, ну, лет 8 назад. Да, это разные спектакли «Корова» по Платонову. Дальше, параллельно с деятельностью в лаборатории, я занималась спектаклями, скажем так, обычными, как сценограф. Вот то, что вы видите, это спектакль по Ионеско, сделанный в Хорватии с учеником Анатолия Васильева. И это, в общем, такой драматический театр, может быть, с небольшими какими-то ответвлениями вправо, влево, там, чуть более интересный, менее интересный. Но, в общем, по сути, это драматический театр. Мне драматический театр, надо сказать, никогда не был близок. Единственное, что художественные задачи я всегда воспринимала с интересом. Поэтому, если мне нравилась художественная задача, которая стоит в том или ином проекте, я ее с большим удовольствием решала. Но это никогда не было в сфере моих таких прям первых интересов – делать драматические спектакли, в которых я делаю костюмы и сценографию. Это вот такую у меня афишу сделали. Дальше спектакль этого же периода по сказкам, не по сказкам Пушкина, а по метели Пушкина. Это тоже сделано в Хорватии. Там удивительно приятно работать. Вообще, надо сказать, что очень приятно и очень комфортно работать за рубежом. Невероятно приятно. Это совершенно другое. То есть, при том, что я отношусь, например, к театру школы драматического искусства, как к дому, в которой так, наверное, для вас это студия. Когда ты приходишь, тапочки надеваешь мягкие, всех знаешь вокруг, ни с кем не нужно много разговаривать. Все друг друга понимают с полуслова. И как бы все отлично. Но при этом это невероятно тяжело. Сложность заключается в том, что в какой-то момент театральный художник, он вообще обречен на постоянное общение. Так, закончились эти старые работы. Сейчас. Что-нибудь новое. Вот «Демон вид сверху». Это наш спектакль лабораторный. Если художник, скажем так, Станковый, он работает сам по себе в мастерской, рассчитывая на свои собственные руки. Ну, там, в крайнем случае, на какие-нибудь нехитрые инструменты. То театральный художник, он работает, в общем, он такой, это такой громосека. У него очень много рук. И он, ну, соответственно, я буду говорить о себе. Ну, если я должна быть руками или головой плотника, столера, не знаю, закройщика, швеи, бутафора и прочее. То есть это постоянный такой завод, то есть театр – это такой вообще завод, в который ты заходишь и давай со всеми общаться весь день. Так проходит день, ты не успеешь дойти до мастерской, сделать эскиз. И, надо сказать, это такой, мне нравится эта работа, я продолжаю получать от нее каким-то образом удовольствие, но в России эти процессы, они очень сложные. То есть ты, говорит, ты бросишь там одну черную баночку краски, тебе приносят две белые. Ну, понимаете, и поэтому у тебя есть две белые краски, тебе нужно прямо сейчас краской что-то сделать. Поэтому приходится очень много, как бы, на ходу менять, перед придумывать, придумывать. И, в общем, это все очень… Иногда это возникает неожиданный эффект, иногда это какое-то полное фиаско. Вот то, что вы видите, это этюды, которые мы делали с моими однокурсниками. Все вместе, когда придумывали спектакль «Демон. Вид сверху». Вообще, это один из залов Театра Школы Драматического Искусства. Он построен по принципу английского глобуса. То есть есть три галереи и нижняя площадка. Все смотрят вниз. Причем площадка, она опускается, поднимается на три метра вверх-вниз. Соответственно, мы туда уплыли вниз далеко. Это как в чашку, вот туда в глубину на нас смотрели зрители. Они не могли дотянуться до нас руками, мы до них. И, в общем, мы делали такие плоские картины разным способом. Выкладывали, выклеивали, выходили, рисовали. Вот, по сути, это вот так вот выглядит. Вот видите? Так довольно далеко где-то было. Где-то людьми, где-то бумагами, где-то тканью. В общем, по-разному. Как-то это вот так все выглядело. Вот так, вот так, вот так. То есть это на самом деле, вот то, что сейчас, вот прямо сейчас, вы видите, это такой самый безоблачный период моей жизни и вообще жизни моих, наверное, однокурсников. Потому что все, что мы делали, было ново, свеже, свежо. В Москве это всем очень нравилось. Все на это ходили с большим удовольствием. До сих пор спектакль «Демон», несмотря на то, что ему там 8 лет, он играется с большим успехом. Я из него уже давно удалилась. Сама удалилась. И оттуда уже очень много моих однокурсников ушло. И там уже, в общем, все заменили актерами. Вы, походу, меня останавливаете, потому что я могу очень быстро, ну, да? Если вдруг что, вы меня останавливаете. Дальше. Есть, возникает у нас такая еще опера. Это вот все период лаборатории. Мы сделали с Дмитрием Анатольевичем оперу в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко. Вот то, что вы сейчас видите здесь, это макет. Вот это макет в 20-м масштабе. Сцен 4. На самом деле, для того, чтобы сделать оперу, вообще, на самом деле, моя страсть – это современная музыка академическая. Вот я сейчас отдаю себе отчет в том, что это самая интересная и самая важная для меня сейчас область, которой я очень сильно интересуюсь. Я про современную академическую музыку могу об этом разговаривать часами, а лучше даже не разговаривать, просто это все слушать. Но, и на самом деле, сейчас я в этом развиваюсь, в том, чтобы туда пойти уже, как бы, знаете, с палаткой, с термосом, уйти в эту область и вообще из нее не возвращаться, сколько возможно. Это был первый опыт в этом лесу. Мы в этот поход пошли с моим режиссером Дмитрием Крымовым и с некоторыми нашими ребятами, актерами. Это была такая вылазка интересная, но она была немножко, как мне кажется, с другой стороны. То есть, как я сейчас понимаю, она была не очень с правильной стороны начата. В общем, вот есть одна сцена, она называется «Душ». «Душ» – это макет. Потом «Будущие летчики» – это тоже макет. И это «Рыба». Вот это макет, плохо очень видно. И какая-то фотография, очень темно на проекторе. И дальше «Лалибай» – это клыбельная. Все, что вы видите дальше, это уже фотографии. То есть, вот здесь я столкнулась с заводом в полном объеме, потому что музыкальный театр Станиславского Немировича Данченко – это такой восьми- или десятиэтажный дом, в котором живут балетные, оперные актеры. Это огромные репетиционные мастерские или репетиционные студии, а также огромные мастерские бутафорские, столярные и прочее. То есть, вот это на полном серьезе. Ты приходишь, отдаешь свой пропуск, а ты пришел на завод. Дальше в течение дня нужно встретиться с каждым по списку. Потому что если ты не встречаешься с сапожником, тогда, когда он этого ждет, или когда ты чувствуешь, что к нему стоит прийти, сапоги будут не того цвета, не той формы, не того размера. Если ты не встречаешься с бутафором, то, соответственно, понимаете, ничего не будет. Просто в тот момент, когда начнутся репетиции, у тебя будет полный ноль, и ты не будешь знать, что делать. Потому что немножко ты отпускаешь контроль, и все моментально провисает. Потому что в русском театре есть одна такая штука. Что же ты делаешь, нужно тебе в первую очередь. Больше никому это не нужно. Это нужно запомнить сразу, смириться с этим и понимать, что только так и по-другому быть не может. Все, что ты делаешь, это твоя личная зона ответственности, и твоё личное желание. Нельзя никого призвать к ответу по долгу совести, или еще что-то. Это просто не существует. Дальше это просто четыре разные фрагмента. Они кардинально разные. Они никак не соединены сюжетно. И мы сначала, на самом деле, с режиссером придумали сцены, потом нашли композитора, и композитор, услышав нас, написал оперу уже с нами. Что-то мы там поменяли немножко. Я считаю, что это путь неправильный. И в опере важен композитор. Прежде всего, это композитор, и потом уже дальше любые режиссерские художественные находки. У нас было наоборот, это наша ошибка. Ну вот, я могу крупнее, наверное, вот так показать. Это последняя сцена, когда, на самом деле, они объединялись. Выходил такой огромный слон. Он ходил, у него слоненок. Слоненок тоже ходил. Оперу сняли. Я очень давно хотела много раз слона вытащить оттуда, но как-то не получается. Это вот сцена рыбы. Значит, это был бассейн. И смысл заключался в том, что вот эта золотая женщина с этим мужчиной в смокинге, они пели какую-то очень такую развязную джазовую мелодию. Какую-то такую. А потом прыгали в бассейн. Дальше это был просто такой апофеоз. Они ужасно радовались этому. Ну, в какой-то момент приходили люди. Вот вы тут их видите. Они приходили, доставали мужчину. И женщина у нас оставалась одна. В общем, там ей было не очень-то как-то комфортно. Ну, не знаю. Что вам интересно рассказать о работе сценографа? Еще. Как вообще рождаются декорации спектрические применения? И бывает такое, что это интересная идея, а именно получается не платить. Ну, вот в данном ключе вот этот аквариум, вот у нас возникла такая идея, аквариум. Вот мы хотим непременно с живой водой, с настоящей водой, чтобы она наливалась прямо на сцене. То есть там был целый пункт по поводу аквариума. Аквариум, это заняло, я не знаю, месяца два переговоров. Просто переговоры на тему аквариума. Мы хотим аквариум, и хоть вот кровь из носу. Либо мы не делаем постановку, либо аквариум должен быть. И, надо сказать, театр на это шел с большей неохотой. Так как вода на сцене, подключение воды, привоз, это все огромные тяжести, хранение аквариума, потому что он не может демонтироваться. У него швы запаяны так, что водонепроницаем, не пропускаем. И, в общем, у нас был такой вариант, что в какой-то момент мы уже понимали, что просто стенка, и мы дальше никуда не можем пройти дальше. Ну, в общем, все, стена, мы не можем сделать аквариум. Ну, просто не получается, потому что планшет не выдержит там столько-то тонн воды. Насосы невозможны, потому что это шумно. Ну, и прочее, прочее, прочее. То есть эта идея, вот возникла идея, да, такая вроде как простая и красивая. Мы хотим аквариум, в который упадут двое людей. Не так много. Всего лишь два человека. Ничего страшного. А дальше это целый ряд проблем, которые перед нами становятся. Прям целый ряд. И каждую вот по одной проблемке мы начинаем докапываться из разных источников. То есть не нужно ждать тоже от театра помощи. Если ты хочешь сделать эту идею, ты понимаешь, что эта идея твоя, ты ее должен сделать. Для того, чтобы найти решение этой идеи, я обзванивала все фирмы самостоятельно, которые делают аквариум. У меня со всеми ими была встреча. Я узнавала, сколько аквариум стоит, что он, вообще какой он может быть, что у него за параметры, какие бывают насосы, какие бывают шланги, как подключается, как выключается, скорость заполнения, скорость и прочее. И вот в итоге это все получилось каким-то странным магическим способом. И должна вам сказать, что все, что происходит в театре, происходит странным магическим способом, потому что очень часто это все, кажется, не склеивается вообще. Вот совсем не работает. Просто это такая тонна людей, которые не могут договориться. У каждого есть свое мнение по каждому вопросу. И, в общем, это какой-то невероятный труд вот с этим совсем совладать. Допустим, сейчас я вам покажу. А, вот есть спектакль «Опус номер 7». «Опус номер 7». А мы можем посмотреть даже видео. Да? Работает интернет? А звука нету, да? Тут просто звук очень важный, звука не будет, да? Нет, вот здесь. Нет, все. А каких-нибудь колонок просто небольших нет, мы бы их подключили и послушали. Даже таких колонок компьютерных. В общем, очень плохо видно. Сейчас это перемотаю куда-то. В общем, по сути, это была огромная картонная стена. И вот в этот период, когда я работала в лаборатории, у нас не было никаких готовых сюжетных картин, никаких готовых сюжетов, никакой драматургии. Мы не брали пьес, мы не использовали работу драматургов. Мы вот были сами в себе и драматурги, и все на свете. И здесь была идея родословной. Наверное, это какие-то самые первые две-три строчки из Библии, когда Исаак родил этого, этот родил этого, тот родил этого, тот родил этого. В общем, мы поставили вот эти вот несколько строчек. И форма у этого была, в общем, такая простая. Это была картонная стена, 30-метровая. Зал школ драматического искусства, это как раз 30 на 12. И вот горизонтально поставленная стена, с которой было постоянное взаимодействие актеров и стены. То есть за стеной было там 7 или 8 техников. И эти 7 или 8 техников, они умудрялись сделать вид так, что эта стена постоянно как-то на что-то отвечает актерам. То есть никаких слов не было. Там, в общем, писал музыку, опять же, композитор Александр Бакши. Ну, такой очень хороший композитор. В общем, маленький фрагмент покажу. Это вот так вот примерно выглядит. Я просто вам хотела поставить кусочек этой оперы, последней. Может быть, мы сделаем остановку и найдем какие-нибудь простые колонки, или это совсем нереально? Нереально? То, что вы видите, это было моей дипломной работой. Ну, вот для диплома, надо сказать, что из ГИТИСа нас выперли всем курсом. В какой-то момент нас, когда мы были на четвертом курсе, соответственно, нам еще должен быть пятый, нас позвали в деканат и сообщили о том, что... Сейчас. Причумит. В общем, очень много мусора. У нас был... На этом спектакле был реквизитор-вредитель. И когда мы попросили... Я попросила нарезать очень много бумаги. Желательно, чтобы это была старая бумага. Я предполагала, что это какие-то старые газеты, старые книги, какая-нибудь калька, листья, то есть такие мешки с мусором. Это вылетало... Это сейчас даже как-то очень мало на видео. Это вылетало просто в огромном количестве. Всех людей сносило просто на второй минуте спектакля этим мусором. И на репетициях мы обнаружили, что порванная бумага – это газеты 30-х годов, которые хранились в театре, в стопке. Мы знали о том, что есть такие газеты, что они хранятся. Мы как-то так берегли на какой-нибудь интересный случай. Явно для чего-нибудь пригодятся газеты 30-х годов. А реквизитор-вредитель, она порвала из вредности эти газеты на мусор. И у нас вот так вот вылетало вот это все. И мы так поднимали, и там была написана там новость о закрытии театра Мирхольда, там какой-то там пленум ЦК КПСС, потом том-то-то-то. В общем, это, конечно, было очень ну так интересно, но в общем, довольно жалко. Я так перематывать буду, да, потому что это надо смотреть с мусор, со звуком, а не просто. А тут видео, тут большой фрагмент с видео. В общем, это такой, как это сказать, двухчастный спектакль. Тоже эти две части между собой никак не связаны. Ну так, видимым образом. Первая часть называется «Родословный», а вторая часть называется «Шостакович». Вторая часть, она, скажем так, о Шостаковиче, о его музыке, о его взаимоотношениях с родиной матерью. Вот я вторую часть, наверное, тоже вам фрагмент покажу. Здесь уже сейчас будет конец. Все, что на сцене происходит, то есть, изначально это белая картонная стена, а дальше это все начинает обрабатываться. То есть, мы учили актеров рисовать, приклеивать. Вот я принесла с Блашиного рынка вот эту тонну башмачков, и актеры первое время, они так, ну, брезгливо ко всему не хотели прикасаться, и только, там, не знаю, каким-то кнутом, пряником, уговором, рассказывали то, что это не так страшно. Они, в общем, все это начали, начинали обживать, как-то помогали нам этим вытирать, я не знаю, отдавать куда-то в химчистку. В итоге это все было завалено, конечно, каким-то разного вида мусором, и в этом мусоре, в общем, этот спектакль, в этих опилках, он, как бы, и развивался. Последний монолог вот этого актера, Миша, написал Лев Рубинштейн. Леву Рубинштейну Дмитрий Анатольевич дал задание написать нечто, похожее на вот эту фразу. Исаак родил этого, этот родил этого, этот родил то. Но это все очень, такое, очень личностное стихотворение получилось у него, и оно было таким последним финальным монологом. Вот и песни отзвучали от разенчей столицы развеселые вталяли, за унылым, как у них пик, как у них танцевали, как у них веселости забыло. Ты родился мальчик, Иисус называющий Христос. Вот, собственно, и все. И очень кратко Шостакович, покажу Шостаковича, делала не я, а как художник, а моя коллега Маша. Это совершенно другая форма, там 20-минутный антракт, после этого меняется зал полностью, и меняется вообще все полностью. Актеры только не меняются, они все как-то чистятся, приходят в порядок, переодеваются и играют совершенно другую историю. Шостаковича играла девочка. Ну, спектакль идет, и до сих пор играет девочка, иногда это, иногда другая, потому что это была очень серьезная физическая нагрузка, и вообще есть у нее на этом спектакле. И, в общем, она много раз уже убивалась на этом спектакле, уже так серьезно, но продолжает его играть. Это, на самом деле, такой интересный момент, что наши актеры, в отличие от актеров каких-то других театров, в которых я работала, они, это такие пожарные, они одевают любую форму, которую ты им даешь, и делают то, что тебе нужно делать для решения какой-либо задачи. То есть они в этом смысле идеальные актеры и вообще идеальные напарники, они очень крутые. Вообще без всяких капризов, без всего, что присутствует в других театрах. Там это расцветает пышным цветом, надо сказать, с этим работать очень сложно, и я от этого всегда дистанцируюсь, в общем, стараюсь в это вообще никак не вмешиваться, не иметь с этим никаких дел. Ну, часто получается. Сейчас маленький кусочек вот этот покажу, и сейчас. Очень плохо видно, да? Это такая огромная кукла, она, конечно, очень забавная, ею руководит два человека, вернее, три человека, один внутри и два с двух сторон, и, в общем, конечно, куклами в Москве, например, на всю Москву есть один человек, который может сделать такую куклу, вот один, вот нет двух, нет троих, нельзя выбирать, это один человек. Если он занят, то вы сделаете эту куклу, если он не занят, если он не занят, то вы сделаете, если он занят, то его придется ждать, двигать постановку, я не знаю, менять концепцию, что угодно, он один, такой мастер. Вот. в общем, вот это вот, это фотография. Это вот так выглядел макет. Как видите, ничего особенного, это просто, это зал-манеж на Сретенке, а вот это картонная стена с черным половиком, в общем, больше ничего особенного здесь нет. методом. Дальше, ну, упуская какие-то разные детали, у меня возник интерес к тому, чтобы делать что-то самостоятельно. Почему? Тут как раз только потому, что я, как я вам объяснила, я вот прям, моя страсть, это музыка, и я в ней люблю разбираться, я люблю находить, я не то, что люблю находить, я нахожу очень много для себя любопытного в этом мире, знакомлюсь с композиторами, как с живыми, так и с мертвыми, с разными, и чем больше этих композиторов в моей библиотеке, чем больше я о них знаю, тем мне комфортнее вообще жить в этом мире. И я очень в тот момент любила оперу Дидона Иней, Пёрсала, и так как я преподавала вот с тех пор, как я закончила гетергию, я стала преподавать в ГИТИСе, и у меня было со студентами задание, мы делали с ними оперу, мы делали Дидона Иней, и они ее делали вот как постановку, это берется подмакетник, берется либретто, и по минутам эту постановку нужно простроить внутри подмакетника, эскизами, передвижениями в макете, анимацией, любыми способами. В общем, я сделала, после того, как мы сделали это задание, мы сделали с ними вот такую работу, в ней играли студенты, художники, и, как вы видите, вот они все перечислены, и они, на самом деле, никто из них не является певцом, все они были художниками, и у них у всех разные были роли на спектакле, вот скульптор, сопрано, видео-тенор, там, лирическая сопрано, постежор, драматическая сопрано, там, кто-то был, ну, в общем, какие-то разные у них, у всех были зоны ответственности, там, кто-то был ассистент режиссера и почти сопрано, то есть я позвала специального человека, который, композитора и коучера для пения, и они разучили последнюю и первую арию Дидоны, вот они ее исполняли, но это все, конечно, вот этот человек размытый, который вы видите, это парень, который разными способами создавал музыку, в общем, это не была опера Персела в чистом виде, а это, скажем, ну, такая хулиганская ее версия, сделанная на пальцах, в общем, на спичках, на каких-то, где-то это были инструменты, где-то это был звук, который очень сильно изнасиловал, насиловал Федор, и, в общем, это так, бейст, скажем так, это произведение, бейст на этой опере, но это никак не является постановкой этой оперы. Дальше, вот вы видите, такой был фрагмент Дидона и Ней, вот она Дидона, это Иней, это Иней, это Дидона, это Иней, это Дидона, и так далее. В общем, она была каким-то таким разным способом лишена. Тун-трун. И вот тут начинается интересное закольцовывание моей биографии, потому что я впервые, у меня появилась работа, которую я могла бы, ну вот могу фрагмент такой показать. это видеофрагмент, то есть там было и видео, и изображения, и скульптуры, и в общем-то, много разных способов, потому что у меня впервые появилась работа, которую я могла, за которую я несла ответственность самостоятельно, целиком, всю работу. И я ее вписала как еще не готовой идеей в центр Роберта Уилсона, в Watermill Center. Я как раз в этот момент узнала, что существует такой центр, куда можно приехать в качестве программы Artists in Residence. И мою работу приняли, я туда привезла всех студентов, и мы там эту работу закончили и показали. То есть тогда я приехала первый раз в центр Уилсона, из-за которого, как вы помните, у меня началось мое путешествие в театр. И еще в отсутствии Уилсона находилась в его пространстве. Это на меня очень произвело сильное впечатление. Если останется время, я вам, может, покажу просто само пространство, оно уникальное. И на самом деле это прям был очень, очень важный для меня опыт и очень интересный. очень жалко, что не слышно, потому что это очень связано с музыкой и с тем, что там говорится в опере. Здесь выяснение, дело идет к развязке, и Дидона, Иней, как вы знаете, предал Дидону, и вот Дидона не может в это поверить. И вот у них происходит такой разговор, последний, надо сказать, перед тем, как Дидона себя по одной версии сожжет, по другой версии бросится со скалы в воду. То есть это все очень синхронизировано абсолютно с оперными ариями. И то есть вот малейший поворот вот здесь, вот эмоциональный, он отображается, малейший эмоциональный поворот в опере, он отображается вот здесь, вот в этом мультике. И то есть, вот эмоциональный, это все происходило на сцене то есть это не записанное заранее видео вообще таких вещей подготовленных их очень мало моей работе и в работе нашей лаборатории вообще да как был как принцип то есть вот таких фиг в кармане их нет есть скажем некие девайсы разные приспособления а дальше ты выходишь и как фокусник у тебя фокус либо удается либо нет и вот здесь в данном случае были девушки был стол зеленым сукном были карты была камера проектор и дальше это все вместе с пением делалось одновременно на сцене то есть если это происходит это происходит если не происходит то пиши пропало театр и не будет пакет был пьян и все вот там мы сделали какое-то количество скульптуру дать скульптуры делала я в данном случае которая отображает вот дедона и на и так далее затем началась ну тоже опуская всякие разные подробности вот и вам покажу последний спектакль в лаборатории он называется она ред де бальзак заметки из бердичева он идет и там как бы все все в порядке ездит на гастроли разные но это стало последней нашей моей работы в лаборатории связи с тем что я стала работать в гоголь-центре спектакль основан на трех сестрах чехова но он на него на нем основан ему возможно он как бы очень даже про три сестры три сестры но он как бы одновременно очень недалек то есть с материалом литературном лаборатория обращаются очень легко и просто и дмитрий анатольев сам здесь сделал инсценировку и там очень многое конечно перелопатилась есть очень нарочито загримированные персонажи они очень такие клоуна подобные у каждого актера каждому актеру придумывался образ это вот например вот вы видите вот эту девушку сейчас может быть здесь есть вот например костюмы а потом я буду идти вниз были такие костюмы вот например такая вот такая вот такой эскиз в ужасном качестве потому что они все потеряны естественно и не редко занимаюсь систематизации творчества это то что вы видите это на самом деле то что я сделала этим летом наконец найдя более-менее как-то картинки систематизировав их то есть вот придумывается какой-то образ он вот это маша играет и маша смольникова и дальше берется маша и очень на самом деле этот образ он возник в качестве из репетиции как то вылез сам потом как-то закрепился мной потом отредактировался и дальше мы уже делаем этот образ очень подробно вместе с гримом с прическами с костюмами с накладными пальцами маша ищет пластику ну то есть вот то что я вам говорила то что наши актеры на мой взгляд идеально и потому что они как подводники и пожарники надевают одежду идут в бой и вот вот примерно такие эскизы были сделаны наташа и сейчас вы посмотрите реализованными вот такой соленый трех трех руки он действительно был трех руки это уже такой специальный эффект который делал фокусник специальный опять же тот же человек который делал куклы это видите платонов он замечательный мастер своего дела и может сделать любую механическую деталь любого туловища вообще замечательный вот собственно спектакль он идет сейчас конца вот конец спектакля вот такой вот чебутыкин этого три сестры в этот комок это конец трех сестер они вырывали с клоками вырывали себе волосы в конце но очень спектакль довольно драматичный и мне нравится вообще какой-то он мне очень нравится скажем так это андрюша вот он такой мальчик в такой же по таком же платье как и наташа его жена вот трех руки соленый руки работают петух живой все вот так вот выглядит дальше я начала работать google центре начала этом работать связи с тем что меня пригласил на эту работу кирилл серебренников с кириллом я была незнакома до тех пор пока мы с ним случайно не познакомились накануне вот пошел скандал про google центр что вот там смещают старое руководство вот начинается новое и я об этом скандале слышала и видела только то как бы на уровне статей на уровне каких-то разговоров и в общем никакого интереса к этому не испытывал связи с тем что не была прекрасная моя работа в лаборатории и выше мне никуда не хотелось уходить и мы познакомились кириллом возник какой-то контакт мы как-то поняли что мой друг друга очень хорошо понимаем я понимаю его мне кажется он понимает меня мы умеем договариваться мы умеем разговаривать мы вместе с ним прошли венецианская беннале от начала до конца то есть мы по сути встретились венеции и посмотрели архитектурное беннале два раза почему-то и на этом беннале мы отточили наши вообще пристрастия мы поняли что нас очень как-то похожие взгляды нами на многие вещи и вот я вошла в сентябре вот такой вот театр вот он выглядел вот так в общем это было тяжелое зрелище там очень плохо пахло везде лежали красные дорожки вот вот это вот так вот выглядит выглядело атмосфера в театре была ужасной и пол театра была отдано в аренду клубу икра который сгорел и три года он стоял в таком смрадном в смрадном грязи туда никто не боялся войти все боялись войти потому что там было просто очень грязно воняло черт знает что там вообще было не знаю там может быть спали бездомные ну что-то было ужасное вот это главный вход так выглядел так выглядела зрительская зона фойе атмосфера была ужасная потому что когда я туда пришла там был кирилл еще не вернулся но там уже был директор и его помощница и люди которые работали в театре до этого ну мне казалось что в меня сейчас метнут ножиком в спину это было правда очень 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 тяжелая от нас очень тяжелая атмосфера все страшно это все вспоминать было плохо зал был такой железобетонный железобетонный зал это когда он прикручен винтами до к полу и он не вообще ни одного места ты не вообще не можешь сдвинуть ну как бы все вот такое количество людей вот там сцена все без разговоров ну при том что театр не набирал в это количество людей они ползала ограждали такой синей тряпкой в общем это все было очень страшно вот такой декор интересный был на сцене это вот так выглядел клуб экран вкратце вот тут уже началось мы уже начали работать на эту тему на тему реновации театра потому что это не называется реставрация и это не является памятником архитектуры это было вот такой ремонт да это уже какие-то фрагменты может сделали очистили вы на самом деле сделали очень простую вещь просто убрали все лишнее и с большим большим трудом потому что очень мало было времени как-то что-то где-то закрасили где-то прилепили я нарисовала несколько объект объектов объектов там какие-то скамейки не знаю там кресло что-то что-то это все сделали вот просто в режиме скорее открыться и в общем открыть 2 февраля вот так вот зал выглядел очень люблю вспоминать историю когда демонтировали паркет в зале это был такой пирог вот такой толщины был бетон на бетоне одни доски потом ковролин ковролин как бы слой клея ковролин потом слой клея еще один ковролин потом еще один паркет потом слой клея ковролин ковролин паркет это вот такой пирог из разного сорта покрытий и когда взломали одну доску стало понятно и мы хотели еще сохранить паркет наивные для того чтобы использовать его где-то потому что ну выглядит как вроде паркет нормальный вот так вот сколачиваешь и дальше у тебя это все так взрывается грязью какой-то невероятной грязью то есть люди вообще без какого-либо уважения к старым фактурам вот так вот херачили одно на другое то же самое со стенами это вот просто такое это страшно на самом деле вспоминать то что мы обнаруживали пока делали этот ремонт архитекторы с нами отказались работать в связи с тем вот в тот момент связи с тем что не было времени на осознанное какое-то архитектурное решение я была этому очень рада потому что я понимала что нам нужно и понимала что в случае с работы с архитектором нужно будет остановить все задачи было сделать это быстро остановить все сроки и ждать осознанного архитектурного решения которые конечно очень нужно безусловно здесь не было времени ждать и нужно было делать просто сгорячая очень быстро мощно и я очень переживала что вообще такая махина как вообще я ее освою и надо сказать аппетит пришел во время еды и очень многие вещи если строители или прорабы или инженеры меня задавали вопрос что здесь за покрытие я брала тайм-аут ровно на три минуты думала гуглила не знаю проверяла свои ассоциации пересматривала фотографии которые у меня там тонны до театров которые я посетила пока путешествовала там какие-то европейские театры американские английские театры которые мне очень нравились их фотографировала эти пространства и потом опираясь на них и на свои личные вкусы я как-то вот так вот впаривала какие-то свои идеи и это была абсолютная афера абсолютная этого и лучше никогда не повторять но это было очень весело и в итоге получилось в общем хорошо чуть больше времени на это немножко и было бы совсем хорошо вот вот такой у нас возник гардероб гардероб делала вот эти решения домиков вот они вот ведь они щиток делала девушка по имени катя копытина на пром дизайнер и она придумала вот такое решение с штуками такие же были номерки вот видите форма домиков соответствует форму номерка очень удобная система и мы расширили гардероб в два раза перенесли его в помещение которое было в два раза меньше сделали там кафе в общем это было очень весело это все равно чтобы ехать в дом и начать там хозяйничать это был такой большой дом вот так делал кафе при наличии при отсутствии денег у меня была проблема катастрофическая вообще которая не решалась это мебель для всего театра и знаю сколько денег сколько вообще сколько у нас есть денег и более чем скромные возможности понимаешь эта проблема неосуществима вообще ее невозможно решить ну я сидела год на какой год но там пару месяцев я сидела на всех сайтах мебельных и сайтах разных мастерских и мастерских я понимала что просто нереально приехал в берлин зайдя в первый попавшийся магазин антикварный я нашла всю мебель для театра вот просто всю кирилл мы были там с кириллом кирилл отвез еще в другую мастерскую которую мы показала его там какой-то знакомый прораб и там мы купили все столы там купили стулья там купили столы там купили кресла там купили это все стоило очень дешево и это было то что нам очень нравилось то есть это был не компромисс как бы а вот там что-то а это была реальная наша любовь вот прям любим любим эти стулья вот прямо как родную как родного папу вот мы все их привезли дальше возникли вот такие скульптуры зеркальные которые делал мой друг лёш трегубов это режиссеры которые имеют какое-то серьезное значение в истории театра это вот эскиз сейчас откроется они они инсталированы с первого дня и до сих пор эта инсталляция работают такие вот режиссеры мы купили зеркала как берлине так и на каких-нибудь сайтах вроде авитору и в общем это все натаскивали вот прям правда так как как бы вы натаскивали свою собственную мастерскую со собственный дом то есть это было вот так там какие-то лавки сделанные специально ой и не знаю там диван вот эта лампа лампа появилась немного позже стулья вот эти все предметы там мы понемножечку но доделывали и я их рисовала и делал делали разные мастерские очень дешевый очень уютный материал ойсб вы его знаете из него мы сделали очень много мебели который до сих пор пользуемся чем она неубиваемая оказалась эта мебель при том что она очень дешевая в изготовлении вернее по материалам но для того чтобы изготовить нужно там поработать какое-то время вот такой вот предмет был сделан я очень жалею что этих предметов не так много вот вчера встретила человек который нам делал вот эти металлические решетки я тоже было все вручную спали сплетено ну не знаю вот потолок был такой все остальное мы ободрали и просто там привели в какой-то другой вид долго я переживала что не могла найти стулья дешевые и такие чтобы они нравились как-то более-менее и вот подобные стулья я подсмотрела в каком-то в театре базили базили я была на гастролях и там вот такие вот стулья до которые легко складируется куда-то перевозится увозится я на них посмотрела спектакль так и посмотрела спросила какая марка записала контакты фирмы переслала в москву и мы заказали эти стулья просто я поняла что это единственный возможный вариант потому что то что я хотела купить стоило невероятных денег мы не могли себе этого позволить вот в театр то есть основная задача этого зала была его мобильность стулья должны быть приму был очень быстро и назад ставится очень быстро и посреди этой сцены возникает вот вместо стульев стоит сцена периодически у нас амфитеатр вырастает на сцене с другой стороны то есть сценариев проведения спектакля там выросла ну там от 5 до 9 сценариев там я точно сейчас я не помню как это считается там же проходит и это не плохо видно будет там же проходит и кинопоказы для этого специальное оборудование там закуплено и так далее вот так вот я подумала что вот так вот будет хорошо если у нас будет весь елка в прошлом году у нас вот так елка была инсталлирована она такой была елочная облака очень вкусно пахло вообще была классная вот так выглядели фотографии открытия это железная дорога через весь зал по которой ездила как это называется забыла нет дрезина совершенно верно дрезину причем сделали настоящую и испытывали на каком-то вокзале на белорусском или на каком-то в общем сейчас очень быстро вам покажу давайте идиотов потому что идет это как раз использование этого зала вот это стоит вот эта штука она стоит в том зале в которой я только что стояли стулья с двух сторон бифронтальная позиция с двух сторон сидят зрители сделанный специально для этого спектакля подиум специальный паркет и дальше вот такие предметы типа решетки и офисных столов это все сделано ровно на тех заводах на которых изготавливают офисные столы вот мне нужны были дешевые офисные столы просто набрала дешевые офисные столы заказала им пять столов нам один более длинный второй там какой то это все очень дешевые материалы они были специально нужны именно такие решетка просто же совершенно обычная вот так вот это все инсталлировано в зале вот так вот там кремль горел такие вот актеры это тоже драматический театр режиссер кирилл серебренников надо сказать что делать выпускать спектакли в период когда только-только открылся театр было невероятно сложно потому что команды собранной не было и если я приходила с решением выбрали со своим макетом то я была только я одна кому я могла это сдать вот мы придумывали с кириллом идея дальше мы думали кому бы ее сдать понимаем что нет никого кроме нас когда мы находили завпоста мы находили бутафоров мы находили вообще всю техническую команду и есть давали нашу работу и и и там как-то обучали работать и как-то принимали в команду это было очень сложный опыт вот последний наш спектакль с кириллом называется мученик это то что вы видите это была идея использовать в пиар-продукции комикс я начала рисовать эскизы комиксов к этому к этой пьесе порисовала немного и в общем эта идея отказались вот четыре комикса остались остальные это спето это фотографии спектакля так выглядит сценография чем такая коробка на которой монтируется в любом месте земного шара подключается к электричеству и тут можно играть спектакль мученик и теперь я прихожу наверное к самому важному для меня очень важному это параллельно сейчас еще расскажу что я начала делать некую программу по выставкам делать выставки как дизайнер сделала несколько выставок в музее театральном музее имени бахрушина здесь вы можете наблюдать решение первой выставки она была такая сборная солянка это 100 100 100 предметов я придумала эту идею 100 предметов старых и 100 предметов дарили прямо сейчас вот прям на выставку то есть некоторые ящики были пустые их заполняли во время экспозиции то есть такая какая-то игровая структура вот вы видите момент дарения туда прям маркером вписывались новые объекты это к 100 лет вот пустые ящики они все заполнялись что-то подарили бахрушину до что-то после ну в общем затем я сделала одну выставку в граунде граунде такая объединение да галереи которая сейчас функционирует на песчаной и ходынке и катя бочевар является художественным руководителем куратом галереи я с ней очень дружу и с удовольствием принимаю участие в разных выставках также я провела там выставку александра шишкина театральный художник замечательный художник и мой друг и он сделал вот такую инсталляцию в театре называются назывался сняться выстрел такие люди их расстреливали во время спектакля у него риме спектакле время инсталляция на открытие это были такие мишени все в них стреляли и сделала такую выставку запрещенный театр я взяла старую декорацию старые декорации добавила еще какими-то старыми другими декорациями все это смешала то что вы видите вот эти две фактуры даже они вот эти вот серые фактуры это натуральные фактуры обратной стороны декорации это противопожарная пропитка в общем это все знаете такое вот очень сделаны в сделаны из того что есть выставки я на самом деле люблю работать из материалов которые из готовых каких-то ингредиентов я вижу ингредиент понимаю задачу монтируется хорошо не монтируется ничего добавим но мне нравится искать решение уже которые лежат вот тут вот под рукой они всегда обычно есть использовать материалы которые под рукой надо сказать что и денег особенно нет вот такие нам плакаты сделал петр банков к этой выставке вот сама архитектура выставки запрещенный театр это театры закрытые которые закрывали в тридцатые годы с расстрелами совсем ну то есть такая историческая выставка это тридцатые годы 60-е годы и там были наши дни наудэйс это такое кольцо закольцевание потому что то что началось культуре сейчас очень сильно стала отдавать тридцатыми и последнее самое важное наверное ну да одно из то что я говорю что важно для меня это спектакль девочка со спичками я сделала работу можно сказать что это моя первая большая самостоятельная работа если она загрузится в уме покажу она не загружается это девочка со спичками это афиша здесь можете наблюдать следующее композитор дэвид лэнг это американский композитор который сейчас прямо живет и работает нашла я его просто того что я общалась с разными людьми и разыскивала разных композиторов мне его подсказали мои друзья из консерватории сказали что вот у него есть произведение прямо замечательно послушай я послушала страсти по девочке со спичками это называется the little girl match fashion и это я влюбилась в эту музыку абсолютно просто полностью и у меня был передо мной стояла задача на самом деле сделать некое произведение к в рождественский период на подъеду рождественских каникул в театре и я списалась сленгом мы захотели работать вместе и дальше я сделала такую работу если тоже я поставлю не знаю что будет видно но это такой ролик скажем так какой-то типа тизер ничего не видно я сейчас расскажу что это собой представляет и расскажу почему для меня это важно что вы видите это экраны метр-двадцать на метр-двадцать и соответственно все масштабы которые здесь вот такие они они все вырастают в разы да может быть ну больше чем вы тоже сейчас есть и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, это все дальше имеет смысл Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому я лучше покажу картинки Они беззвучные Это был двухчастный объект Объект, да, или два объекта, скажем Первый объект – это город Это то, что видите вот здесь Это такой объект 5 на 5 метров Макет Вот это его фотографии В какой-то момент он загорался У него там был свой специфический звук И пока люди попадали в это пространство В этого объекта Они слушали сказку Девочка со спичками Андерсона Она такая коротенькая сказка Она занимает там 4 минуты Вместе там с музыкой там 7 минут Все, в общем, просматривали вот этот объем И дальше шли дальше Вот что дальше, я сейчас вам расскажу В общем, это такой старый город Расползающийся в какие-то коробки Дальше все люди шли по... Спускались, вот вы помните Такой деревянный амфитеатр в зале И все спускались с него, как с горы Сначала смотрели на этот дом сверху Надевали войлочные тапки И видели вот этот дом Синий, где он? Вот он Там стоял такой синий дом Вот это все, это раз, два, три Шесть, семь экранов Семь окон Люди попадали внутрь этого дома И там не было никаких стульев Ничего там не было Там были просто пипитры с двух сторон у входа Пипитры для музыкантов Люди входили туда, надевая волочные тапки Знаете, вот в музеях была такая традиция Раньше надевать тапки Вот для меня это было важно Чтобы это как в музее Ты раз входишь то ли в дом, то ли в музей И такое там, в общем, музейное существование зрителей Одновременно с музыкой Происходило То есть входили зрители, входили актеры, певцы Начиналось исполнение музыки Это занимало 40 минут И 40 минут ты следил за тем, что происходит на экранах В течение 40 минут развивалась каждая сюжетная история То есть их семь И у каждой развитие длиной в 40 минут Первые 15 минут, честно вам скажу, ничего не происходило Это была абсолютная такая онлайн-камера Веб-камера, я не знаю Вот просто город, куда-сюда ездили машины Я не знаю, шли облака Там что-то происходит Ничего не происходило Дальше это все с музыкой развивалось Вы видели примерно, как это Сильно укороченные части Это, в общем, такие семь видео Семь частей видеоарта Назовем это так Которые проходили, знаете, как Ну, у меня это, я это придумала Придумала такую историю Опираясь на свои впечатления от капеллы Скоровини в Падуе И для меня вот эти фрески Вот эти окна, это были такими фресками На которых мы дальше видим развитие сюжета В общем, это называется Страсти по девочке со спичками Потому что вы можете разные параллели провести В музыке Ланга Это тоже абсолютные параллели Со страстями по Матфею Баха И, в общем, мне это Соединение страстей по Матфею Баха Которые я очень люблю Сказки Андерсона И современной академической музыки Вот написанной Дэвидом Лангом Оно мне кажется Очень правильным Нужным И, в общем, это вот тот мой внутренний мир В который я хочу уйти Значит, я в данный момент Вот вы посмотрели вот то, что я делаю Я могу показать вам, я не знаю, последние проекты Либо рисунки Потому что параллельно со всей этой деятельностью Я рисовала Какое-то время больше Какое-то время меньше Сейчас я вновь вернулась к рисованию Не знаю, вот пока я договариваю Пока вы, может быть, у вас есть вопросы Можете посмотреть какие-то Я так полистаю Какие-то рисунки Это в основном Это отдел называется головы Здесь вот все головы Головы каких-то разных периодов Какие-то наброски Я не знаю Какие-то иногда скульптуры Разные штуки Где-то Почему я сейчас нахожусь Ну, как бы то, что я То, с чего я началась Я сейчас делаю выбор И непонятно, в какую сторону я его сделаю Я не хотела бы заниматься больше Драматическим театром И делать сценографию К постановкам Хотя я понимаю, что это моя профессия В общем, я этим зарабатываю деньги Я этим и живу Я бы хотела делать такие проекты Подобные, да, скажем По форме Как девочка со спичками А у этих проектов есть очень интересная Например, у девочки Очень интересная судьба Когда я ее пыталась вставить в какие-то проекты Скажем так Современного искусства Я ее описывала Для участия в разных выставках Мне говорили, это театр Когда приходили театральные люди Смотрели Или я показываю это театральным людям Они говорят, это не театр И это очень Вот Это вот то, с чего я начала Это такое странное облако В котором ты влетаешь И ты непонятно, где ты Ну, ты в каком-то облаке Но где именно ты Непонятно Это не драматический театр Это не театр-дог Здесь нет актеров Здесь нет понятных Каких-то привычных Для театра Ингредиентов Но здесь есть то, чем Мне интересно заниматься То, что вы видите Это мои какие-то летние работы В данном случае Вот эти четыре работы Это такие вот большие Такие вот холстики Они называются Лето 2014 Вот это называется Миротворцы Оно сделано На советском флаге Это сделано на скатерти Со скатерти Это незаконченные проекты Дальше вот Это тот проект На котором я работаю сейчас Это, скажем так, выставка Ну, да, выставка Которая имеет некую свою драматургию Это серия каких-то объектов Или фотографий Полотен, видеоарта Это такие небольшие эскизы Скажем так Фотография Что из этого получится Я пока не знаю Я просто как бы сейчас В процессе И, соответственно, возникает вопрос А вот я вам еще покажу выставку Которую Это первая выставка На самом деле С которой началось Мое желание делать выставки Это десятилетие лаборатории Ознаменовалось тем Что Бахрушинский музей Предложил нам сделать Большую выставку Какое-то такое Про лабораторию И ее сделали По сути сделали два человека Я и Маша Трегубова Моя коллега В соавторстве с Дмитрием Анатольевичем Мы сделали выставку На все три зала Малого Манежа И мы этим занимались Год Где-то примерно Она посвящена Разным нашим спектаклям Разному Но это никак не связано Это ни макеты Ни эскизы Это отдельная Совершенная Инсталляция И мне так понравилось Заниматься выставкой Что я подумала Не оставит ли театр Ради того Чтобы делать выставки И вот сейчас У меня есть Несколько вариантов Несколько опций Я могу заниматься Театром Как сценограф Могу делать костюмы Как художник по костюмам Могу делать спектакли Вот такие странные Как девочка со спичками Выступать автором И делать такой арт-дирекшн Могу делать выставки Но для всего Нужны очень простые Ингредиенты Нужна Самодисциплина И удача Пока Видите Я еще не выбрала Ни одну из путей Я занимаюсь Делаю пока то Что у меня вот Лежит То, что мне хочется Делать прямо сейчас Я это и делаю Есть некие работы Некие Заказы Такие театральные Я с удовольствием Их рассматриваю Некоторые Это инсталляция Вот это вот отдельно Это все Одна большая инсталляция Она вдоль стены стояла Там порядка девяти холстов Они еще все там Двигались определенным образом Дойду-ка до конца Покажу Может быть Ну то есть Самое сложное Это выбрать И потом С этим Как-то жить дальше Пока я вот не знаю Что выбрать И они Это не капризы Это Ну это какое-то Такое серьезное размышление Я действительно выбираю Путь По которому я пойду дальше И Ну как бы даже Даже не знаю Что сказать на эту тему Вот Может быть у вас есть вопросы Мы предошли к концу В общем плавно Вот То что вы видите Это знаете Такой классический пример Работы театрального художника Когда он может прикидываться Тут было Около 20 инсталляций 15-18 Я точно не помню Я не считала их Количественно И Такое Такое Когда входишь на эту выставку Было ощущение Что эти инсталляции Сделаны разными людьми Ну вот там Что делала Эти инсталляции Сделали не 2 человека А там 15 Каждую инсталляцию Сделали отдельный человек И В этом кайф Театрального художника Ты можешь пробовать Вообще любые средства И ты Без Вне рамок Стилистических Ты вообще Каким ты хочешь Художником Таким и являешься Хочешь с деревом Работаешь Хочешь с металлом Хочешь с бетафорией Хочешь красишь Хочешь портреты Рисуешь Не знаю Что угодно И в этом кайф И в этом В этом и сложность Вообще Где ты в этом Не знаю Не знаю Вот кусочек Вам поставлю Этого Этого сценография Вернее Этой инсталляции Музыку специально Тоже к этому писали А вот Если вы видите Тут двигающиеся части Есть Там вот Мелкие Там Двигаются Сейчас Плохо видно Но он подмигивает Женщина открывает рот Она поет Она будет петь Тогда Когда музыка Все это Синхронизировано С наушниками С микрофоном Улавливателем И так далее Все начинает работать В тот момент Когда подходит Ее период ПЕСНЯ То есть это В общем рисунки Которые Очень чуть-чуть Слегка Чуть-чуть Так и двигаются Вот У меня доклад Укончен Сайт По которому Да Вам спасибо Сайт На котором Мы Тут с вами Ходили Это Вера Мартынов Ком Ничего особенного Я взяла Первую попавшуюся Платформу Я знаю Что вы здесь Все Серьезно Относитесь К производству Сайтов Я к этому Отношусь Несерьезно Я взяла Первую попавшуюся Платформу На которую Можно залить Работу Наконец-то Систематизировать И самой Понимать Что я сделала Вот я это Провернула Летом Потребовалось Надо сказать Достаточно Много усилий Для этого Ну и еще Я не все Сюда залила Здесь есть еще Какие-то Разные другие работы И блокноты Друг на друга Вину В нормальном Театре В хорошем 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 Произведение Можно сделать Только в том Случае Если режиссер С художником Договаривается Обо всем Заранее Начинается проект И Просто надо Очень много Говорить Прямо говорить Говорить Потратить Много времени Совместного Прожить вместе Для того Чтобы понимать Друг друга Я сейчас Преподаю Этот предмет Работа Сценографа И режиссера В магистратуре МХАТа Сталкиваюсь с тем Что они приходят Ко мне И говорят Молодые режиссеры Они говорят Мой художник Меня не понимает Я ему говорю Все будем делать В ванной А он мне говорит А давай все Все не делать А что я им говорю Ребята Вы должны Вы только сейчас Видите друг друга Издалека Вам нужно Встретиться Выпить вместе Водки Чаю Прогуляться Я не знаю Переспать вместе Все что угодно Любые средства Для того Чтобы понять Друг друга Я не знаю Вместе сходить На тонну спектаклей Сходить на фильмы Ходить вместе На выставки Смотреть Ну не знаю Жить вместе Какое-то время Для того Чтобы понимать Друг друга Найдя Взаимопонимание Не будет Вот этих Раскосяков Косяков Что Один дело Это второму Не нравится Вы уже становитесь Командой Вы делаете Одно дело И когда Эта команда Возникает Вот тогда Возникает Достойные Спектакли Которые Складываются На полку История театра Вот так вот Прямо Штабелями Укладывается Туда Таких примеров Очень много Они есть И они до сих пор История показывает Что это единственный Способ сделать Хороший спектакль Это команда Которая тебя Понимает И Ну Взаимопонимание В команде Все Других способов Нет В плохом театре Режиссер Художник Может Артистка Может прийти Сказать Что ей Не нравится Этот костюм И режиссер Будет потакать Артистке Потому что Он с ней спит Или еще что-то Или потому что Он ее уважает Или боится Он скажет Да, конечно Да Тебе не нравится Зеленый Будет желтый Какой ты хочешь Красный Будет красный Это никуда Не годится Это просто Игра Такой Пинг-понг Да Игра Взаимо Ну Кто важнее Кто белее В этом свете Всех краснее Вот Или что-то Такое Это все Несерьезный Разговор Ответила я На вопрос Все Да Спасибо вам Спасибо 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 за субтитры Алексею Спасибо за субтитры Алексею Спасибо за субтитры Алексею Спасибо за субтитры Алексею